Добрый вечер На все эти квартиры и нельзя сказать, что дома эти останутся полупустыми стоять Нет, спрос не то, что будет, спрос есть, дома как только начинают строиться Мы получаем информацию о ценах, часто предварительно И самые лучшие квартиры, самые хорошие виды, самые хорошие цены уже раскупают к тому моменту, как дом только-только начинает возводиться И другие могут просто заметить, что ага, тут будет дом, надо бы посмотреть, сколько стоит квадратный метр Да, да, там уже все продано, но действительно, это так же касается этих домов на Пирид-ТТС красивого вида Вот этого знаменитого пузыря, который когда-то был на рынке недвижимости, вы помните, да? Он не повторится, этот пузырь, и вообще почему он возникает? Ну, я, конечно, не гадалка, но вообще не повторится Я объясню, почему мы считаем, что не повторится, и почему он возникает Потому что в прошлый раз бум был обусловлен неадекватно высокими зарплатами Платили много, все мы за все, если помните, да? Сейчас таких зарплат просто нет, и сейчас банки гораздо жестче выдают кредиты У нас происходят такие ситуации, когда у людей зарплата несколько тысяч евро, и им сложно получить кредит Потому что банки берут в расчет вообще все, возраст, семейное положение, перспективы Поэтому бума не будет И очень большой уровень самофинансирования, да? Да, очень большой Минимум 30% И там еще самофинансирование, могут еще и поручительства попросить, все что угодно Да Как интересно То есть на все то, что сейчас строится, обязательно найдется покупатель Да, обязательно найдется покупатель, которому будет по силам это обеспечить Поэтому мы не видим перспективы Что будет со старыми квартирами? Как вы считаете, это люди, которые пользуются, активно покупают новое жилье? Это какие-то люди, которые переселяются из старых квартир? Это люди, которые приезжают в Таллинн? Как происходит вот эта рокировка? Или это люди, которые пытаются инвестировать, знаете, я сейчас только модное выражение инвестирую Да, покупая одну, вторую квартиру, сдавая, сдавать ее На самом деле, это очень разные люди, если честно Во-первых, молодые семьи, как правило, от родителей отделяются, женятся, выходят замуж, покупают квартиру, предпочитают в новом доме Потому что это экономичнее, да? Старый жилой фонд дорожает в обслуживании Во-вторых, это иностранцы У нас действительно очень много иностранного капитала В том числе иностранцы покупают недвижимость в аренду Потому что в Эстонии один из самых высоких процентов доходности арендной недвижимости вообще в Европе То есть они покупают квартиру для того, чтобы в аренду сдавать, зарабатывают таким образом? Да, даже кто-то зарабатывает, который просто деньги держит, да? Потому что он с налоги просто ниже, чем в той же Швейцарии, например Да, это большой плюс Ну, у нас есть такой клиент, швейцарский банкир Очень много едут из других городов Таллина Скажем, у меня была клиентка не так давно Очень женщина солидного возраста такого И они с семьей ищут квартиру в Таллине, в центре, в старом городе В пределах 200-250 тысяч евро Из-за доверимости Но все-таки вот если говорить о старом фонде Очень многие маклиеры, специалисты по недвижимости Они говорят о том, что цены все-таки завышены на эти старые квартиры Ну, которые находятся в Исмея, в Мустаме Дескать, они догонят старый фонд догоняет новый фонд по ценам Потому что есть какой-то вот, ну, ажиотаж И люди, которые хотят продать квартиру Они, естественно, повышают, повышают, повышают Ну, да, всем кажется, когда вы живете в квартире 20 лет Она для вас приобретает невероятную ценность Поэтому нам эмоционально кажется, что, ну, и здесь же у меня свадьба была Здесь у меня сын родился Здесь у меня... И вообще хорошая квартира Хорошая квартира, да Я давно тут и долго счастлив Стоит еще 40, простоит, да? С одной стороны, это так И соседи у меня, вот, Тамара Васильевна, очень милая женщина Здороваемся, ходим собак вместе, выгуливаем Все, все это так Но вы, часто журналисты, ну, как любой обыватель Исходят из тех цен, которые вы видите на порталах Это неправильно Потому что цена на портале, это цена предложения Но цена покупки все равно у старой квартиры всегда ниже Если вы посмотрите статистику в земельном департаменте Статистику продаж Там можно смотреть цены по старой недвижимости и по новой недвижимости И вы увидите, что новая недвижимость продается за гораздо более высокие цены То есть попросить можно за лосномянскую двушку миллион Но вам ее никто не даст и старгуются до нормальной цены Елена, ну, понятно, что вы не астролог и не предсказатель Но все равно, как вы считаете, стоит сейчас продавать, покупать? Какие нас могут ожидать изменения на рынке недвижимости? Знаете, мы тут не так давно шутили с коллегами Что если мы реально найдем человека, который может предсказать Действительно предсказать изменения на рынке недвижимости Кризис, еще что-то, хотя бы с 90% уверенностью Мы возьмем его на работу и зарплату платить будем Я думаю, что ему самому будет неплохо Да, да Вообще, на самом деле, 100% этого предсказать не может никто Потому что сами знаете, что кризисы, как правило, приходят внезапно А потом все говорят, а мы же говорили Хотя ничего подобного не было Сейчас цены высокие Рынок активный Поэтому продавать сейчас очень хорошо Особенно если недвижимость была куплена, например, во время кризиса по низкой цене Сейчас очень хороший арендный рынок Но я не могу сказать, что не надо покупать Жизнь идет, люди все равно нужно съезжаться, разъезжаться, детей рожать, замуж выходить, разводиться И недвижимость все равно надо покупать, продавать Поэтому здесь без вариантов Спасибо вам большое Спасибо, в общем, либо продавать недвижимость, либо приобретать ее Это, друзья, все равно решать вам Но главное, копить деньги, чтобы было на что эту недвижимость приобретать А пока до встречи Субтитры сделал DimaTorzok